Девушки отдыхают Что про дядюшку Эдуарда ему расскажем Или давайте все по порядку Я нашла двух новых членов команды и отправила их к Диего Да, я видел Надеюсь, работают они лучше, чем выглядят Это невозможно не сделать Хоть ты хорошо справляешься, я хочу, чтобы ты нашла мне трех членов команды Я работаю на трех членов экипажа Задание не будет закончено, пока ты не выполнишь все условия Понятно Нам все-таки еще этот Начо нужен А он требует серьгу Так, богача Я нашла богача, который хочет за фрех Давайте нас Томас Бриско А, да, я слышал о нем Что за грузов по 44 Груза нет Бриско хочет за фрех Для поиска за золотой черепахи Моргана нет Моргана нет Моргана нет Это просто сказка Люди будут искать и всегда Но если у него есть хорошие деньги Я все еще могу стать смешищем Что он сзади головой мотает? Это больше не повторится, капитан Так, ну и про дедушку Эдуарда У меня отличные новости, папа Дедушка Эдуарда может быть еще жив Это всего лишь очередной слух Не обращай внимания Трактический рассказал мне это лично Партирные байки Я слышал из тех пор, как они пропали Как он пропал в море Не надеюсь на авось Но Но Да, папа Да Я немного разочарована, Моргана Почему, папа? Ты дал мне ответственность Я сделала все, что смогла Для начала ты никогда не должна Обращать внимание на нас Но работа, которую ты нашла Это было ошибка, капитан Это была ошибка, капитан Я знаю, что deserve Аминский Внутри Но затеок Но все, кто выходит в море, должны быть такими. Моя жена, конечно, считает меня полностью сумасшедшим, но я считаю себя всего лишь... ...несколько эксцентричным. Вы, я беру, Томас Бриско. А, приятно познакомиться с капитаном Кастильо. Мои прекрасные дети в состоянии управления моими делами, поэтому я трачу время на эти поезд. А золото? Это аванс, чтобы показать, что мои намерения серьезны. Такое бы мешочек было. Как авансик. Золотая черепаха реальная, и как только мы найдем ее, мы станем знаменитыми. Моргана, прости за то, что я был груб с тобой. В любом случае, это путешествие выглядит прибыльно. Ну, конечно. Спасибо, папа. Прекрасно. Когда мы отбываем? К следующему приливу. Морган, ты получишь все права. Я хочу, чтобы ты продолжал быть действующим капитаном. О, папа! Я не подведу тебя. Это там все головой Морган. Это неблагоразумно, капитан. Ты не слишком-то в это веришь. А, Диего? Диего приготовил корабль к отплыть. Ой-ой-ой, Катин! Так точно, капитан. Да, Диего на 100% вообще против этой затеи. Так. Что, надо сохраниться, наверное, чтобы в случае чего, как бы, по новой силе начинать. Итак. Давайте поговорим еще с папой. Может, что-то скажет? О, действующий капитан. Спасибо, что позволил мне показать себя. До тех пор, пока ты не поймешь, что это серьезная причина. Да, папа. Я знаю, море – опасное место. Тогда продолжай поезд, если я буду ты был настоящим капитаном, прелестной девы. Я буду только мешать, если команда или корабль окажутся в опасности. Можешь заглядывать ко мне, когда тебе понадобится совет, но чем реже это будет, тем более высокого мнения я буду о тебе, как о капитане. Ясно. Давайте поговорим с Туаноласом Бриско. Сеньор Бриско? Сеньор Бриско. Да, ээээ... Капитан. Какова будет первая остановка в нашем путешествии? Вот почему нам нужна карта. Я уверен, что подсказки о местах нахождения золота черепахи мы найдем на пустом острове. Что это за именем нахуй карты? Бакалбари Танна – человек, рисовавший карту. Почему путь между этими двумя сторонами так звезды? Ни один моряк поплывет по такому пусту. Я не знаю, почему это так. Может, я и помешиваю на море погачь, но я не навигаю. Так, пусту остров. Как вы думаете, это может быть связь с пустом островом? Это то, что мы должны выяснить. Это будет путешествие полное открытие для всех нас. Бакалбари Тэннер. Вы что, не знаете об этом человеке Таннере? Я смогу узнать в Витроле. Он был великим путешественником, а, видимо, он живет одновременно на острове Виктава. Это так? Это так? Я же говорил, что знаю мало. Уверен, что не тратите деньги в пустую остров Крапа. Это же поплатить к пустому острову. Что это? Мы должны остановиться там. Мы должны узнать, как можно больше про Таннера. Я уверен, это совершенно неизвестно. Я уверен, что Холлоу-Иланд находится на пустом острове. Конечно, это ваше время и деньги. Он нам так малоизвестно о том, что мы ищем. Как бизнесмен, вы хотите знать все детали пересделки. Да, абсолютно права. Ты абсолютно права. Я слишком спешу. Ты лишь бы больше смысла поездки. У тебя прекрасная дочь, Костиро. Спасибо, Сеньор Бриско. Теперь, когда мы выберем цель, мы можем найти Диего, и он подкажет вам вашу каюту. Такое чувство, что Дядя Эдуард мог быть замечен на острове краба. Я уверен, я должна присупить моим обязанностям, Капитан. Я не дурак, Маргей. Если узнаешь, что ты встречаешь Дядю Эдуард вместо того, чтобы помочь поездку в пресне, я тоже не разозлись. Да, папа. Теперь, идти и команды кораблям, застать не годится тобой. Ну, мы будем искать Дядюшку Эдуарда, доложить об обстановке. Так. Будем искать Дядюшку Эдуарда, но никто об этом даже не узнает. Так. Что нам? Надо отправляться на остров краба. Где ты хочешь идти? Отправиться в другое место. Отправляемся. Карта острова краба. Остров изобилия. Так. Воу-воу-воу. Ха-ха. Понятно. Давайте на остров краба. Сохраниться. Итак, мы прибыли на остров краба. Что нам? Блондиночка какая-то. С желтыми волосами. Ну, будем считать, что это блондинка. Неизвестный персонаж. Окей. Так. Давайте смотреть, что мы имеем. Надувной олень там или кто? Я думаю, что в этой лампе нет масла. Я не могу взять ее с собой. Она закреплена. Я ничего не вижу. Ближайшая лампа не горит. Это слишком длинно, чтобы что-то делать. Понятно. Значит, надо карту... О, карту. Ну, я вижу там карту, да. Лампу зажечь. Так, окей. Давайте поговорим с Рацио. Рацио? Рацио. Да, капитан. Да, капитан. Ты знаешь, что я только исполняю обязанности капитана? Конечно, но это не имеет значения. Протоколы должны быть соблюдены. Как поиски. У тебя есть идея, с чего мы должны начать? В середине ночи у нас немного вариантов. По-моему, мы должны ждать до утра. Скажи мне, что ты занимался до того, как попал к нам Рацио. Я не так много могу рассказать. Я работал на многих, которые искутно, еще когда был мальчик. Это все. Я хорошо справляюсь со снастями еще с детства. Это твой первый пиратский корабль? Я, капитан. Да, капитан. Я не голову вец. Я знаю, что вы с Карлом друзья, но разумно ли его брать с нами? Он не красавец, это точно. И довольно тупой. Но он работает в течение всего дня. Что бы вы ни думали о нас, мы никогда вас не подведем, капитан. Отлично. Окей. Вы говорили сразу. Так, давайте познакомимся, наверное, с новым персонажем. Как глупо выглядящая блондина. Я не знаю, что это. Но у меня абсолютно противен для тех, у кого больше красоты, чем мозг. Даже Карло не попадает в эту категорию. Добрый вечер, я капитан Моргейн из Прелестная Девы. Я... Соня Бонд. Да, это так. Соня Бонд. Бонд. Соня Бонд. Я знаю, что здесь темно, и что мне не стоит этого говорить. Но ты очень похожа на женщину. Это потому, что я женщина, тупица. Логично. Я не понимаю, как глупая женщина может быть капитаном? Нормально, она взяла, обоскала нас. Можно мы просто задать мне несколько вопросов? Конечно. Скажи, ты тоже женщина? Тогда ты выродина. Да, она вообще тупая блондинка. Просто отвечай на наши вопросы. Мне нужна информация о человеке по имени Тано. Извини, что ты спросила, я отвлеклась на минутку. Да, короче, информации из нее мы много не вытянем. Ты знаешь что-нибудь о Таннере? Я похожа на богача? У меня нет денег. Что? Таннер на сленде значит шестипенцовик. Она не знает ничего. Ты знаешь что-нибудь о дяде Эдуардо? О, ты когда-нибудь встречала моего дядюшку Треймина? Он хороший парень. Он купил мне новый гардероб для лесного сезона. Но я не знаю, зачем он. У меня нет новой одежды, чтобы положить в него. Что он нанесет? Дядя Эдуардо? Я слышала, что он любит тростеры. Почему бы я не спросить там? Ну, хоть что-то. Хоть что-то она нам сказала. Зачем ты стоишь на пустыне поздно ночью? Хм, а это вопрос. Отец отправил меня сюда на постоянное проживание. Я тут уже много лет и не видела того, кого вы ищут. Скажи своему роду, что он найдет его в месте, которое держится благодаря его тяжелой работе. Вау! Ты такая добровольная! О'кей. Ничего. Ну, только что про дядюшку Эдуардо мы узнали, что он любит трактиры и больше ничего. Узнали. Так. Здесь у нас ничего. Лывеска трактира. Наверное, надо сходить в трактир. Трактир называется Баклбэрри. Это сильно обнадеживает. Слишком высоко, чтобы дотянуться. Ясно. Ясно. Здесь мы ничего не сделаем. Нам надо идти в трактир. Добрый вечер, мисс. Капитан, если вы хотите. Уже очень поздно, мы скоро закрываемся. Я надеюсь, мои дела не слишком затянутся. Так. Неизвестный персонаж, смотрите. Похож на какого-то ассасина. Так. Что еще у нас здесь? Корзина. Имеется люк. Современная картина какая-то. Это что? Краб из Панч Боба? Так. Ну ладно, давайте поговорим с трактирщиком. Она покажет на серьезную женщину. Привет. Меня зовут Мараганна. Добрый вечер. И добро пожаловать в трактир Баклбэрри. Я его хозяйка Анита. О, она, наверное, по-любому знает про Таннера. Почему трактир называется Баклбэрри? Он назван в честь Баклбэрри Таннера. Вы давно здесь? Больше 20 лет, но последние шестки управляются сама. Ваш муж умер? Сбежал. Он случайно убил капитана стража, но они решили, что это было преднамеренное убийство. Понятно. Что вы можете рассказать про Баклбэрри Таннера? Он был великим исследователем, осевшим на острове Краба еще до меня. Он был похоронен на древнем кладбище. О, да он умер, что ли? Расскажите еще. О нем были хорошие мнения, если возвели мемориальную статую над могилой. Можете мне показать, где находится кладбище? Я бессилезна как проводник, дорогуша. Если у вас было капитана острова, я могла бы показать, где это. Попробую ее найти. Карта. Я так предполагаю, что эта карта и есть острова. Я слышал, что дядя Эдуарго, который видел на этом острове, он оставался практически в течение нескольких недель. Как давно он был здесь? Он остался только последние несколько дней, но я точно не знаю, когда. Я вижу, что капитан искал его здесь примерно в то же время. Невысокий, подозрительный парень. Это великолепная новость. Спасибо. Простите меня, но вы выглядите знакомо. Я говорила вам, Моргана. Моргана Кастильо. А, это много объясняет. Должна быть вы дочь Александра. Вы знаете моего отца. Я знала его много лет назад, еще до спать. Скажите, что ему будет уготовлен теплый прием здесь в любое время, когда он захочет заскочить сюда. Я уверена, что он не заинтересовался. В этой корзинке несколько спичных карапортов. На каждом из них попечатлено на название трактира. Эти спички? Ты хочешь их? Ты можешь забрать их все, если хочешь. Мне нужен всего лишь один коробок. Какой-то идиот поверил меня, чтобы их сделать. Но никто не хочет их покупать. Теперь мне нужно их все раздать. Может, вы начнете новую тенденцию. Так, взяли спичечный коробок. А, ну, понятно. Чтобы лампу, наверное, там зажечь, нам надо спичечный коробок. Спички, короче. Так, неизвестный персонаж. Я думаю, это мужчина. Это немного сложно сделать какие-то детали. Привет, я капитан Морган. Добрый вечер. Почему ты не показываешь лица? Для всех будет лиши, если она останется скрытым. Не говори, это же ты пугаешь детей. Я его локом буду испугать. Как тебя зовут? Я боюсь, что я никому не говорю свое имя. Какой скрытый. Похоже, ты что-то скрываешь. Каждый что-то прячет. Некоторые больше, чем остальные. Или ты достаточно сумасшедшим, чтобы убивать нас в наших собственных кроватях. Может, это то, о чем ты никогда не раздумываешь. Да, это подозрительный тип. Что ты мне можешь рассказать о Бакалбаре Танере? Некоторые говорят, что он в меньшем опыте исследует. Например, в поиске золотой черепахи. Ты знаешь о черепахе? Ты знаешь о черепахе? Я больше ничего не скажу по этому поводу. Но почему он, наверное, все знает. И почему именно те персонажи, которые все знают, ничего не говорят? Ты не видел дядю Эдуарда? Я замечаю практически все. Он был в тракторе много лет. Что-то произошло? Он неожиданно покинул нас подозрительным капитаном, о котором я ничего не знаю. Подозрительный капитан. Это, наверное, не тот капитан, который... Как его, блин, забыл? Зовут... Что вы знаете про Аниту? Она хорошая женщина. Кто еще сможет с моим странным образом жизни, если бы все сложилось иначе? Но позвольте мне дать совет. Мой отец не слишком любезно воспринимает угрозу. Но вы не хотите этого больше, чем я. Вы знаете, где на эти кладбища древних? Я никогда не покидал город. Я не имею в виду, где он может быть. Так, незнакомец. Ну, давайте, что люк... Что нам покажут люк? Да, я знаю. Это должно быть, это служебный вход или пожарный вход. Или так ли? Если я не хочу покинуть это место тайно, мне стоит воспользоваться парадной дверью. Так, люк здесь неспроста, значит, придется нам тайно пробираться. Давайте подойдем к картине. Современная картина, современное искусство. Странно, художник использовал настоящую булавку на этой картине. Я не могу достать шпильку, она присохла вместе с краской. Надо что-то будет придумывать, наверное, чем-то обмочить, чтобы краска отсохла. Давайте наверх. Так, что у нас здесь? Краб из спанчбоба. Игральный автомат. Думаю, это какая-то азартная игра. Инструкция сказала, что если я вставлю дублон в слот, то получу шанс выиграть приз. Думаю, я могу взять парочку у папы. Почему я чувствую, что это только начало длинного сельского пути? У меня больше нет дублонов. Так, понятно. Надо идти к папе за дублонами. Сходим к отцу. Ну, игральные автоматы, они же запрещены. Надеюсь, YouTube нас не забанит. Так, давайте зажгем лампу. Мне нужно немного топлива за лампу, прежде чем я смогу зажечь. Блин, не по носу так золотуха. Надо топлива. Куда ты хочешь отправиться? На бред, конечно. Так, где у нас папа? Он как раз нам говорил, что мы можем обращаться к нему. За помощью... Папа? Папа? Да, Моргана. Мне нужен дублон, папа. Вот, держи. Смотри, не на песню. Молодец. Что-то у нас чешется. Так. Отлично. Ох ты, у нас даже целых пять дублонов. Мы богаты. Богаты. Можно все проиграть автоматы. Где ты хочешь идти? Можно пицца. Остров Краба. Надеюсь, она не бегает, что ли? Ну, давайте. Может, сейчас как снимем куш. Давайте, наверное, сохранимся. Сейчас как разбогатеем. Джек-пот. Посмотрим, счастливая ли у меня рука. Так, игральный автомат. Соберите четыре одинаковых символа, чтобы получить приз совпадения. Нажмите рычаг слева, чтобы перемешать свободные символы. Нажмите на Краба под символом, чтобы зафиксировать или освободить его. Игра закончится, когда вы трижды используете рычаг удачи. Можно пропустить играть. Давайте, сыграем. Так, что нам стоит сделать? Маддин дублон стратит. Что там зафиксировать? Четыре бутылки. Это бутылка. Яблоко, яблоки. Сундук. Сундук. Это деньги. А это что? Пунь, пунь, пунь. Ну давайте, раз у нас выпали бутылки. Играли, что на твой выиграли. Отлично. В смысле, а мы три дублона истратили? Или что? Я что-то выиграла. Выглядит как будто бы как по алкоголю. А, сейчас. А, нет, мы один дублон истратили. Давайте попробуем выиграть. Ещё дублон. Я, кажется, понял, как играть. Так. А, не фиксируется. Надо сначала перемешать всё. Блин. Сундук дублона, да, получается? Да, ё-моё. Повторить. Почему вот сейчас-то не фиксируется? О, отлично. О. Давай, 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 давай. Давай, сундук. А, нет. Давайте ещё раз повторим. Пока у нас дублона ещё есть. Так. О. Отлично. Давай, нам ещё сундук. Ну, 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 ну. Yes. Мы выиграли. Отлично. Сколько мы дублонов выиграли? У меня что-то выиграло. Три дублона. Три дублона. Не жалко. А, ну, короче. На один дублон в плюсе. Отлично. Ладно. Давайте отправимся. Так. А что нам с алкоголем делать? Алкоголь. Легкораспламеняющий жидко... А-а-а. Вон оно чё. Давайте. Заправим лампу. Заправим лампу. Я надеюсь, алкоголь горит достаточно хорошо. Если это спирт, то он горит очень хорошо. Так. Карту теперь мы можем осмотреть. Здесь карта, но она должна быть старой. Трудно следить деталям. Эта карта, похоже, лежала тут в десятилетии. Я не могу открыть её пальцами. В смысле? Пальцами не может. Её открыть. Рацию, у тебя есть? Ключ. Рацию? Есть, Катита. Тебя? Да, 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 мы были хорошими друзьями все эти годы. Хорошо, некоторые люди хотели бы воспользоваться моими преимуществами. Знаешь ли? Какими преимуществами? О, кладбище. Это спросим по кладбищам. Ты не знаешь, где я могу найти кладбище древних? Нет. Кладбище меня пугает. Можно подумать, что они найдут лучшее место из-за хранения мёртвых тел. Где я не понимаю, это блондинка, короче. Да, а, может у этой? У трактирщицы есть ключ. Анита? Да. Уранный автомат. Ничего не нужна там машина. Немного изобретатель думал, что это была бы отличная возможность заработать не много денег. Не думаю, что это приживется. Ну да. Про карту ничего. Так, бутылка крепкого алкоголя у нас. Жидкость. А, давайте. Там же присохло у нас. Булавка. Давайте попробуем. Это же всё-таки жидкость. Наверное, размякнет. И мы вытащим. Булавка. Это работало. Шпилька на свободе. Я не могу представить, что это сделать, если я напьюсь. Я думаю, это улучшит. Что улучшит? Но теперь она выглядит как моя бабушка. А, улучшит картину? Так, шпилька. Тонкий, но твёрдый металлический стержень. Ага. Это же шпилька. Можно попробовать взломать замок. Мы же косточками взламывали замок. Шпилька-то будет получше. Она больше подходит, как отмычка. Давайте попробуем. Подожди, разве это не воровство? Думаю, об этом, как освобождение карты из заточения. Я должен привыкнуть к этому играться на пути. Кроме того, карта старая. Им пора налицовать новую. Блондинка-свидетель, кстати. Что мы крадем карту. Что мы не крадем. А отнесем сейчас ее трактирщице. Так, шпилька у меня еще осталась, кстати. Значит, еще пригодится. Наверное, будет использоваться как отмычка в дальнейшем. Так, где там карта? Карта близкая. Карта устрого краба. Можешь показать местонахождение кладбища? Дай мне взглянуть. Вот где ты найдешь его. Спасибо. Мы должны направиться туда немедленно. Компания. Я думаю, что лучший способ действия будет получить добрый ночной спать и посещать в суток. Встань уже троматься, Рассо, или я стану называть тебя Труссел. 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 Карта острого краба. Карта. 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 А, ничего себе. Пришли на кладбище. Так. Я должен найти способ помочь папе справиться. Понятно. Покинул острого краба с невысоким капитаном. Мне стоит вернуть долг отцу. А, еще надо долг вернуть отцу. Близко хочет узнать, что мы нашли. А, хочет, чтобы мы нашли легендарную черепаху. Понятно. Ну что, давайте сохранимся. И на этом я, наверное, буду заканчивать серию. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании под видео. Высказать кладбище мы уже начнем в следующей серии. Вот. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Олзиевая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Олзиевая